Добрый день! Сегодня я расскажу вам о тех инвестициях, которые мы делаем больше пяти лет. В 2011 году мы первый раз инвестировали в арендное жилье в Америке. Арендное жилье, то что мы в России сейчас только начинаем реализовывать, в Америке живет и эффективно работает десятки лет. Мы ориентированы на инвестиции в существующие, действующие доходные поселки, которые расположены в южных штатах Америки с возможностью получения не менее 6% годовых в валюте, а целевая доходность это 10-15 годовых в валюте. Мы смотрим поселки, которые находятся в южных штатах, потому что это сейчас одни из самых эффективных возможностей. Вы видите фотографии поселка, которые мы как раз в 2011 году и инвестировали, а сейчас уже продали и получили должную доходность. Почему нужно инвестировать в США? Сегодня вы знаете, мир находится в непростой ситуации, а самая сильная стабильная экономика это американская. И можно по-разному относиться к самой стране, но часть денег дезинфицировать и вложить в доллары решение разумное. Большую часть конечных инвестиций мы делаем в России, но инвестиции в США и обучение тому, как работает арендное жилье, дают прекрасные возможности и для развития, и для понимания этого рынка. Мы видим, что на сегодняшний день индекс деловой активности домостроителей в 2016 году находится на одном из самых высоких уровней. И перспективы развития разнообразных интернациональных рынков в США до сегодняшнего дня также самые высокие. На сегодняшний день мы инвестируем только в те поселки, которые имеют некий возможность для развития. Поэтому мы получаем 10-15% годовых для инвесторов. Это или же необходимость реновации и обновления. Первый поселок как раз не был ремонтирован 20 лет, и мы успешно сделали эту реновацию. Или же возможность строительства дополнительных юнитов, когда есть небольшой свободный участок, и мы не веселяем другие жители, просто застраиваем его и дополнительно получаем доход. Или просто не очень хорошее управление. Наша управляющая компания является одним из лидеров рынка Америки. При этом мы смотрим только те регионы, те локации, где численность населения растет, растет количество рабочих мест и открывается новый бизнес. Пример типовой сделки – это собственные средства, которые вкладывают мы вместе с инвесторами 3-9 миллионов долларов. Общая сумма сделки при этом порядка 9-27, но 3-4 мы обычно берем в кредит в банке под 4-2% годовых. При этом мы привлекаем инвесторов, у которых есть от 500 тысяч долларов. И таким образом совокупно скидываясь на инвестицию и получаем собственный капитал в 3-9 миллионов. Итак, пример проекта, который мы приобрели в 2011 году, а в 2013 мы его уже улучшили и продали социальному инвестору. Это Техас, это Хьюстон, 30 миль в направлении Мексиканского залива и вот из этого прекрасного озера есть выход в Мексиканский залив. Комплекс из 240 апартаментов, площадь общая 17 тысяч метров. Это кусочек земли, на котором он расположен. При этом это объект средней площадью квартир 63 метра квадратных для такого крепкого среднего класса со стоимостью арендной в месяц где-то около 1000 долларов. И после того, как мы купили и реновировали этот проект, мы смогли увеличить арендные ставки на 20% и получили очень высокую доходность, 30% годовых. Это был очень хороший период, ренок очень сильно рос, сейчас мы ориентируем на 10-15. Но и такие невероятные успешные инвестиции в нашем портфеле тоже есть. В приложении мы описываем подробно порядок приобретения недвижимости в США, описываем налоговую систему, какие налоги вы выплатите после того, как совершили успешную инвестицию. Управление проектом осуществляется NIA Global вместе с NIA BK. У нас вознаграждение привязано в первую очередь к успеху. Если доходность меньше 6%, то мы не получаем вознаграждение. Выше 6% инвесторам оплатят 20% от превышения над этим хардовым рейт. На сегодняшний день управление проектом зажизнится на том, что мы уточняем требования, какой объем средств и когда готов инвестор вложить. Подготовка, собственно, тех объектов, которые могут его заинтересовать. Решение организационных вопросов, понимание структуризации этой сделки для именно клиента. И вместе с клиентом мы инвестируем деньги в проект. Мы всегда вместе с клиентом находимся в проекте и вместе с ним получаем доходы, рискуя вместе с ним своими деньгами. Партнеры у нас в Америке это Hout Horn, компания, которая занимается управлением больше 20 лет на американском рынке. Является управляющим более 100 поселков в Америке с очень сильной командой управляющих. R&B Partners это инвесторы не только на АБК инвестируют в эти проекты, но и наши партнеры в Америке вкладывают свои деньги. И Hotson Capital Investment это наблюдающий за инвестициями, отслеживающий, чтобы все инвестиции были надежны и эффективны. Более 5 лет работаем мы с этими партнерами, реализовали уже более 6 проектов и каждый проект это успех и мы готовы рассказать о тех примерах более подробно, где мы не только реновировали, но где уже делали мини-девелопмент и строили новые аппарты, где мы улучшали управление и как нам это удавалось сделать. На сегодняшний день в Америке NI Global имеет больше 225 офисов. Это и входит в топ-3 крупнейших американских бренда. Именно на их знаниях и на их технологиях мы строим самые успешные инвестиционные проекты. Таким образом, сотрудничая между российскими специалистами рынка недвижимости и нашими американскими партнерами, мы получаем реально хороший, крепкий результат.